Ролики я снимаю по месту основной своей работы в отеле с антикварным интерьером Бристоль-Краснодар. В холлах и номерах отеля наших гостей окружают предметы современного искусства и антиквариата, а у входа встречает веселая хозяйка по кличке Бри. Без пояса, как без креста. Такое сакрально-мистическое отношение казаков к поясному ремню сложилось вследствие того, что до середины XIX века вместо декоративных украшений на поясе находились реальные предметы, необходимые казаку для выживания и ведения боевых действий. На подвесах казачьего пояса находились шило, оселок, огниво, декоративная коробочка, элемент казачьего пояса, когда-то была действительно коробочкой и называлась жировница. В ней хранился жир, использовавшийся для смазывания пыжей и пуль при заряжании оружия. Еще один элемент причудливой формы под названием отвертка. Когда-то действительно это была отвертка и это не просто отвертка, а универсальный инструмент, при помощи которого можно было прочистить запальное отверстие, быстро раскрутить замок оружия или высечь искру для того, чтобы разжечь миниатюрную походную керосиновую лампу. Из прихладных элементов на казачьем поясе остались неизменно только крепления для оружия. Это поясная портупея для ношения шашки и крючок для ношения шашки в строю, когда она подвешена строго вертикально и не мешает при ходьбе. И еще один обязательный элемент, который всегда казак носил с собой, так как казаки были большие любители табакокурения, у него всегда была с собой трубка. Как правило, это глиняная или бронзовая. Трубка сопровождала казака в редкие минуты отдыха. На картинах конца 18-го, начала 19-го века казаки изображены в одежде, в которой они пришли на Кубань. Обратите внимание, она значительно отличается от той одежды, в которой мы привыкли видеть казаков. Казакам негде и некогда было шить себе одежду, они постоянно воевали. И поэтому снимали, пользовались трофейной одеждой тех мест, в которых воевали. И на Кавказе им очень быстро приглянулась традиционная мужская одежда кавказских народов, черкесска, на которой очень удобно были расположены боеприпасы для оружия, называемые газыри. Конструкция газырей довольно проста. Эта трубка, с одной стороны закрытая декоративным колпачком, с другой стороны отверстие, в которое засыпался порох, и это отверстие затыкалось пыжом из сукна. Для того, чтобы перевести газыри в боевое положение, их переворачивали. И казаку всегда было видно, по заткнутому отверстию, есть там заряд или нет. Еще газыри были удобны тем, что в них находилась отмеренная доза пороха, и было очень удобно заряжать оружие. Это очень важно, так как если пересыпать порох, то оружие может разорвать, а если не досыпать, то выстрел не произойдет. Поэтому были меньшего объема газыри для пистолетов и большего объема для ружей. Ну а кроме того, из газырей было очень удобно заряжать оружие на коне. Французские карикатуры 1814 года высмеивают неопрятно одетых казаков, гуляющих по Парижу в взорванных снизу кафтанах. Французам была невдомек смекалка казака. И когда у казака во время боевых действий заканчивались пыжи для оружия, он отрывал полоски ткани от своего кафтана и использовал их для зарядки, продолжая воевать. С развитием стрелкового оружия и появлением патронов к нему, прикладными функциями газырей, так же как и инструментов на поясе, перестали пользоваться. А во второй половине XIX века черкеска с газырями и пояс с подвесками стали основными узнаваемыми элементами формы кубанского казачьего войска. Газыри и пояса казаков того времени практически не сохранились. Они либо утрачены, либо съедены в период голодомора в 30-е годы. Не в прямом смысле съедены, а так как эти элементы были из серебра, их обменивали на еду. Редкие экземпляры хранятся в музеях, частных коллекциях и в семьях носителей казачьих традиций. Мои друзья, потомственные казаки Агибалов Александр Петрович и Агибалов Александр Александрович любезно предоставили для ролика свои семейные реликвии. Подписывайтесь на канал Антиквар Краснодар. Впереди вас ждет много интересных и занимательных историй из жизни антикварного ареала и его обитателей.